Метафизика фольклора Данная передача является выдержкой из разговора Леонида Карпенко и Капитолина Нечаевой-Зубец, авторов книг «Крест Леванидов» и словарь метафизического языка. Как я пришел к метафизике фольклора? Он говорит о том, что там. Он говорит о духовности, он говорит о Боге. Он говорит о том, что там, в аду, в подземелье, в потустороннем мире. Фольклор говорит о том, что здесь, в яме. И все сказки, они построены по одному и тому же сюжету фактически. Рассказ идет, сказочный рассказ идет, начиная от духовного мира. Вот в русской традиции духовный обитель называется «Правь». Все творение идет из «Прави» в духовной традиции Руси и Матушки, в ведической Руси. И фольклора об этом четко совершенно... Любую сказку, какую его ни возьмите, все начинается от отца. У отца было три сына, да? Ну, или у отца с матерью. Все идет от отца. От отца небесного имеется в виду. От духовного отца. Отец – это Всевышний. Квартир его по-разному называет. Он даже может... Это отец. Ну, это родители. Это даже мужик. Потому что в некоторых сказках... Вот сказка, допустим, возьмите. Всевышний его там в сказке называет. Мужик. То есть названий у него много. У Бога названий много. Но он един. Вот когда вы встречаетесь в сказках, значит, слово «отец». Или «старик», или «старыц». Речь идет о Боге. Не о ком-то. То есть все идет от отца. От того, кто творит. Творит жизнь. Творит Вселенную. И вот когда я вернулся из заграничного плавания по разным странам. Литературного плавания. Я снова окунулся в фольклор. Что значит «снова»? Потому что когда был еще ребенком, я рано научился читать. Лет, наверное, в пять я уже читал. Брат старший меня прописал во всех библиотеках в округе. А жили мы в Лефортово на ту пору. И рядом было три библиотеки. Детские библиотеки. И я регулярно там брал, конечно, что-то сказки. Потому что что ребенку интересно? Сказки. Но он же не будет читать, допустим, «Война и мир» Толстого ребенок. Ему это все далеко начнет. Я был влюблен в сказки в детстве. Я с упоением их читал. Читал все, что подворачивалось. Но поскольку уже библиотекарши знали, значит, мой интерес. Они заранее уже... А тогда и раскладывалось все это в библиотеках по полочкам сказки. И они уже знали, что мне нужно было дать. Вот так я в детстве пришел к фольклору. А когда уже стал взрослым, вернулся из такого литературного турне по странам мира, я почему-то столкнулся с какой-то сказкой. Я даже не могу сказать, с какой. Я не помню. Но я окунулся опять в сказочный мир. И мне все стало понятно. Что искал Карнинг. Что искал Ясничник. Все стало на свои места. Из сказок я узнал, что такое Бог, что такое душа. Герой сказки, Бог, это отец, старец, старик, мужик. А что такое душа? А душа-то имела четкое название совершенно. Душа-девица. Любую сказку русскую возьмите, вы это быстро обнаружите. Душа-девица. Почему душа-девица? Потому что душа, она не стареет. Она вечно юная. И поэтому не случайно русский народ ее и называет девицей. А что может быть краше девицы? Да ничего. Краше юной девицы быть не может. Вот что такое душа для русского народа. Ну, а когда я познакомился с фольклором, и когда я узнал, какие этапы проходит вообще человечество, и как оно появилось, все это есть в фольклоре. Как происходит рождение ребенка. Какие этапы он проходит в утромном пузыре, значит. Все описано в фольклоре. Описано не только, а описаны вот те этапы, которые человечество вообще проходит с первого дня возникновения Вселенной и до завершения ее бытия. Потому что все имеет начало, и все имеет конец. В фольклоре я выяснил, что Вселенная проходит путь в семь этапов. Или в семь верст. Так еще называют фольклор. Человечество проходит вместе со Вселенной тоже в семь этапов. И вот в одной из первых буквально моих размышлений, моих работ, наших работ, точнее, была статья об этом. Какие этапы проходит человечество на протяжении всей жизни Вселенной. Сказки об этом рассказывают достаточно полно и широко. Самое, конечно, необыкновенное открытие для меня явилась сказка, которая имеет название Неблица. Вот Неблица рассказывает о том, о первых трех этапах развития Вселенной и человечества в том числе. Она рассказывает Неблица о том, как происходит творение человека. В сборнике Афанасьева народные русские сказки есть Неблица. Она имеет название «Не хочешь, не слушай». Мне с ней удавалось сталкиваться раньше. Но когда я открывал ее, я быстро закрывал и убирал. Так что Абракадабру, которая там была, я не мог понять. Я не в состоянии был осмыслить того, что там было. На странице текста. Всего лишь на странице текста. Вот страничка текста. И на ней на ней было размещено, как раз размещено, как же человек, все происхождение человека. В такого непонятного виде. Вот я, значит, брал эту Неблицу, сталкивался с ней, ну, наверное, десятка, три, может быть, раз. С отвращением закрывал и убирал. Она не дается сразу. Да нет, я даже не задумывался о том, что это такое. Но однажды, однажды, наверное, я был в таком состоянии сознания, что я открыл ее и с изумлением проглотил буквально. Даже не прочитал, а проглотил ее. Она меня просто в шок ввела. Поразила, как можно на одной страничке передать вот такую мудрость величайшую. Как творилась Вселенная, как творился человек. От начала и до человека воплотим. После этого я ее пересчитывал, не знаю, не одну сотню раз, наверное. Я поразился, как можно уместить на странице текста вот такую информацию. То есть, она кладезь буквально науки. И через полгода примерно мы опубликовали нашу книгу «Кресли Иванидов», в которой была небылица ее расшифровка. Я все же мечтал познакомиться с такой книгой, которая дает расшифровку сказок. Расшифровка сказок, конечно, это удивительная вещь. Почему? Потому что основные, когда ты понимаешь основные вещи, что такое душа, и когда ты в сказке встречаешь душа девицы, ты понимаешь, что речь идет не о девице, а о душе, то ты уже иначе воспринимаешь текст. И многие сказки, они посвящены именно душе. И они кому-нибудь еще, значит. Вот когда мы встретились, я вам пытался рассказать об одной удивительной ингурской сказке. Кстати, в русском фольклоре сказки такой нету. Может быть, я просто не столкнулся с такой сказкой. Хотя русский фольклор настолько многообразен. Не может, чтобы не было такой сказки. Но вот в ингурском фольклоре она оказалась. Вообще, фольклор других народов, в том числе ингурский, ведь он дает возможность исследователю фольклора, неважно, какой национальности он принадлежит, он рассказывает о традиции народа, своего народа. Ингуш, ингуш, татарин, а татар, а татар, и так далее. Но традиции народов оказались они как близнецы и братья. Они подобны друг другу и дополняют друг друга. Так вот ингурская сказка, о которой я начал свой рассказ насчитать, она называется Молкалмофт. это имя Ангела, который дружил с одним простым ингурским мужиком. И часто приходил к нему, навещал его, они беседовали, рассказывали друг другу какие-то истории. Они подружились, и Ангел ходил к этому мужику длительное очень время. Однажды мужик говорит Ангелу, слушай, я так чувствую, что время подошло уже к финишу. Ты меня предупреди заранее, когда мне возноситься, чтоб я помылся, одел все чистее. Он хорошо. Ну, прошло еще сколько-то времени, не знаю, несколько месяцев или лет. Однажды Ангел пришел и говорит, так, собирайся, пойдем. погоди, мы же с тобой договорились, что ты меня предупредишь заранее. Ангел ему отвечает, сколько тебе надо еще предупреждения? Ты смотри, ты согнулся, ты оглох, ты ослеп, ты ходишь с третьей ногой, с палкой, значит, сколько тебе еще можно предупреждения посылать? Ты себе невольно подумаешь, да? Да, собирайся, хватит. Пойдем. Кстати, сказка называется, тебе было многое оповещение, она так и называет это сказка. И вот, значит, он вознес, этот мужик ангелов, вознес туда и прямиком прямо в праве. Многое оповещение, да. Фальфюр и есть. Три царства или мира. Вечность, значит, в русском фальфюре называется правь. Патусторонний мир в русском фальфюре называется нафь. И дьяфь. Вот. И человек по жизни проходит все эти три царства или три мира. И он также возвращается и обратно. Когда человек умирает, плоть его остается в барышах земли матушки, так писано в фальфюре. от душа и уходит в потусторонний мир, где она очищается от земных страстей, да, ее сопровождает баба-яга в этом случае. Но там ангелы могут быть под разными названиями, но вот обязанность бабы-яги именно как раз очистить душу человека в потустороннем мире от земных страстей. Все это происходит в течение девяти суток. А остальное время, до сорока дней, душа, значит, когда очищается это все, ангелы ее подхватывают и переносят в вечность, в духовную обитель или в рай. И там душа, значит, засыпает на яблоньки с молодильными яблочками. Часто этот образ приводится. Золотая яблона с молодильными яблоками. Там она засыпает на яблоне на этой, на веточке и через сорок дней она уже спит. Вот эти девять и сорок дней, они в фольквере очень четко прописаны. не в религии, а в фольквере. Я говорю о фольквере. Только о фольквере. Проходит время какое-то год, может быть, десять, а может быть, один день. Это только Богу известно. Он отправляет душу обратно, значит, на путь воплощения. Вот такое коловращение души, значит, оно описано в фольквере. Душа обратно идет через утробный пузырь, материнский утробный пузырь, рождается на белом свете. Душа в этот момент, именно только в этот момент, она вселяется в младенца. А первая встреча души с плотью, с будущей плотью, происходит в момент зачатия ребенка. И потом, значит, когда ребенок начинает крутиться в материнском пузыре, когда он начинает превращаться постепенно в полу человека, там он несколько трансформаций тоже проходит, и в сказках описано это. То есть сначала он будет как камешек, потом он будет как растение, как морковка, потом как лягушонок, то есть у него появляются четыре латки. А потом он, значит, принимает образ человеческой плоти уже зародыша. И начинает тогда уже через на пятом месяце беременности младенца он приобретает уже все органы чувств. Вот. И когда он появляется на белый свет из утробного пузыря, вот тут душа как раз она его ожидала все это время, когда он выйдет на белый свет. Душа вселяется в кельце младенца. И уже не покидает его до самой смерти. Я говорю о том, что описывает фольклор. Как это описывает наука или еще кто-то, я не знаю. Я рассказываю о том, как это описано в фольклоре. Не в одной сказке, а во множестве сказок. Ведь здесь, значит. Вот я снова вернусь к небылице. Она как раз описывает эти все вещи. Небылица, она имеет семь слоев тайны. Это то, что я знаю. Может быть и больше даже не знаю. Когда первый слой как бы снимаешь, слой тайны, там обнаружив следующий. Я к удивлению обнаружил, что там тайна. Дальше продолжается. Снял, значит, следующий слой тайны, а там еще. И так я, значит, снял семь слоев тайны. Можешь сказать, семь слоев отсутствов. Да, это наверное точнее. Может быть там еще больше. Но то мне уже неведомо. Я рассказываю о том, через чего прошел я лично. Вот так я пришел к фольклеру. Пришел на всю жизнь. И для меня это самая высочайшая ценность, которая есть на белом свете. Фольклер. Когда я гляжу в окошко и вижу эти железобетонные строения, душа у меня не радуется. Но когда я открываю сказку, начинаю читать я мудростью, которую оставили нам наши предки. Сказки, конечно, придумывали волхвы. Это понятно, потому что написать это могли только волхвы, больше никто. Знающие. мудрецы, мудрецы, те, кто ведают. Ведать это значит знать. Конечно, простому человеку это недоступно до той поры, пока он не постарается проникнуть в учение своих предков. Учение предков перед ним раскроет все. Читай, не хочу. Узнавай мир, как хочешь. Партнер рассказывает о мироустройстве все полностью. Может, это раньше было доступно людям, но сейчас в массе свои люди потеряно. Это давным-давно. Люди это знали. рождение. Воспитывается соответственно в семье, которые знакомы были с эфистической пониманием. Возьмите гениального поэта России. Он был таким первым, наверное. он же воспитывался как? Ведь он воспитывался в лицее, о чем вспоминает всегда с ужасом, с отвращением. А, но почему так? Тем не менее, я говорю то, как он говорил. Воспитывался он не о ней, а о ней Родионовне. Простой русской женщиной. Она была непростая, мне кажется, она была ведуньей, потому что она ему рассказывала то, что вложила в него, что отразилось во всех его произведениях фактически. По крайней мере, он был знаком с ведической традицией. Не по крайней мере, а он прекрасно знал медичную традицию. Вот возьмите его сказку Руслана Людмилы. Руслана Людмила расшифровка этой сказки никто никогда не делал, да и сделать не в состоянии. Может только тот, кто ведает, тот знает знает метафизический язык. Только тот и может разгадать, о чем же писал Кушкин. Ведь у него 99% и 9% в периоде этой сказки он описывает, как рождался Руслан, какие этапы проходил он в утробном материнском пузыре, рассказать о том, как он встретился с Людмилой тогда еще на заре своего рождения и в самом конце, буквально в последней строке Руслана Людмилы там как писано, что Владимир устроил свадебный пир для всей семейшки с рождением Руслана. Вот в сказках это четко совершенно сказано, что свадебный пир это появление это единение души и плоти младенца. Это происходит с рождением младенца, когда он выходит на белый свет. Вот такой свадебный пир. Да, в данном случае Людмила душа. Да, Людмила это его душа. И вот он идет долгом там мыкался и скала она его значит пока вот в конце они не объединились и произошло единение с момента появления Руслана на белом свете. Это я очень коротко сказал значит. Если посмотреть на сказку Руслана Людмила на поэму ведь он процитировал то, что ему рассказывала Арина Родионова он эту сказку передал в поэтических строках своим языком изумительным языком волшебным вот только в посвящении сказки там небольшое немного две страницы всего полторы странички вот и там в этом посвящении он использует около 20 слов металлитического языка а дальше в течение всех шести значит разделов сказки он употребляет еще 20 слов металлитического языка если этого языка не знаешь металлитического языка то никогда не расшифруешь этой сказки и других сказок в том числе что такое металлитический язык с металлитическим языком человек знаком с самого детства любой каждый человек но он еще не знает что это такое а рассказывает ему о металлитическом языке его душа От сновидения Вот язык сновидения Это язык души Когда просыпается человек Душа ему рассказывает Что было в сновидении Он запоминает этот сон Иногда его вспоминает А иногда тут же забывает На всю оставшуюся жизнь Вот если приступить К анализу сновидений То человек может познакомиться Со своей душой С ее языком И дружить с ней Только такой путь Возможен дружбой И познанию своей души Через сновидения Другого пути нет Вот здесь описано Как это происходит Буквально в первых Несколько страницах Об этом сказано Вот здесь цитируется Это посвящение к сказке Ромео У Руслана Людмилы А дальше значит описывается Какие слова Метабилитической виска Использует Путин И описано На сновидениях Вот здесь в этой книжке Кстати Карл Юнг Да и не только Карл Юнг Он же был действующим врачом Практика у него была достаточно обширна В течение 30 лет Занимался Не больше Но я рассказываю то что я знаю Может быть и больше действительно Вот он как раз занимался С людьми значит Кто сновидел Сновидящий человек Рассказывал ему сон И они Пытались вместе с ним Рассказать О сути Сна Что это означает В жизни этого конкретного человека Сновидящего Поэтому метафизический язык Это не только язык сновидения Это язык души Вот если человек поймет это Как-то Прочувствует это Он найдет путь к своей душе А то ведь многие люди Проживают всю жизнь Они знают что есть душа Вот я спрашивал у людей А где у тебя душа Один значит Показывал мне на свою пятку В пятке Но он наверное вспомнил Трус Он был трус Нет он не трус был Он наверное вспомнил Древнегреческую метафизму Ахиленцева был трус Ну да Каждый называл Чертечок Где находится у него душа Никто не знает Поскольку с ней не знаком А Фолькюр священ Четко формулирует Что душа Она находится в середе чужки Вот так Фолькюр называет Сердце Не просто сердце А в середе чужки Так с такой любовью Там находят там И есть местоположение души Ведь многие люди Проживают жизнь И так и не знают Что такое душа Они с ней не знакомы А ведь это его душа Она ведь его ждала Когда он наконец-то Появится на белый свет Из утробного пузыря А он о ней и не ведает ничего И когда он умирает Он тоже не знает ничего Что с ней будет И вообще он не задумывается Даже об этом А почему так бывает? Почему так бывает? Как вы считаете? Традиция А вот индусы Кстати Индусская традиция Они 40 дней Значит их Духовные Таблицы Или жрицы Они сопровождают Душу Человека Значит его душу 40 дней Сопровождают Пока душа не придет В раль Так скажем Духовный обитель 40 дней А потом На костер Плоть Потому что Плоть умерла Ее нет Она же не надавается В эту традицию Она не наша Нет Она совсем наша У нас тоже самое было Ну было Эти индусская традиция Она все равно ведет Историю Историю Из нашей Давайте вкратце Тогда Подытожу Нашу беседу Кому будет полезна Эта книга Словарь метафизического Кому будет Эта книга полезна Какому читателю Всем полезна Каждому Полезна знать Ну а уж Филологам У нас Куподентам Филологам Профессорам Докторам Которые читают Паттур Не имея понятия Метафизическом языке Сверхполезны Потому что Они не знают традицию И поэтому Не могут Правильно объяснить Ни сказки Ничего Абсолютного Многие Несмотря на высокие степени И все остальное В этом Докторе будет полезна В плане даже Общеобразовательного Не говоря уже о том Чтоб почувствовать Своё место в мире Которого мы сейчас Потеряли Мы не знаем Зачем прошли Зачем живём Зачем ушли А это для человека Главное Это помогает ориентироваться В знаниях Которые 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 были у предков Как-то у них Проникли Хоть что-то У них Понять Ведь многие люди Здесь задают Этот вопрос Откуда я Зачем пришёл В этот мир Куда уйду Главное Вопрос В принципе Оно за меня Вот здесь Это всё есть А здесь Есть язык Который Помогает Расшифровать Традицию Сказочную Менее сказать Что эта книга Там прям Сделана Гениально И всё Мы охватили Но Что мы Поняли У них И в принципе Можно работать Может даже Над расширением Но пока Мы не ушли Мирной Мы решили Оставить Это Иначе Это ушло С нами И неизвестно Ещё Докопались Бы Скоро Были Докопались Но Просто Скоро Либо Это всё Было Да Отсвоено Поэтому Конечно Что могли Сделать Вот Есть Один Интересный Старикан Прошёл Войну Награждён Медалями Он Филолог Доктор Наук В Мордовском Университете Работает По сей день Да Он Замечательный Человек Да Замечательный Человек Мы с ним Дружим До сих пор Зарочно Вот Да Мы передали Библиотеку Этого института Наверное Панкист нашего Приятеля Экземпляры Экземпляры Книг Кристалли Ванидов Это Ну порядка Трёхсот Книг Передали Почему Потому что Он тогда Хотел Начать Хотел Факультатив Сделать И он Он намеревался Это Приглашал Нас Туда Читать Лекции Но мы Не могли Поехать Поскольку Просто Не было Физических Не было Сел Ехать Куда И возможно Расти Напоследок Пожелайте Зрителям И слушателям Чтобы Наставления Какие у вас будут Значит Вот Специально Для наших Слушателей И для наших Детей И для взрослых Детей В том числе Нами Была Разработана Учебно-методическая Такая Разработка Сделана Представлена На конкурс Педагогических Инноваций Позапрошлым Готовый Канал Заняла Там Третье Место Как раз По Метефизическому Закону Учебно-методическая Разработка По Метафизическому Закону Если Она полезна Всем Не важно Кто ты Академик Ли ты Ли слесарь Ли ты Если ты Хочешь знать Традицию Своих Предков Своих Предков Я имею Здесь Под словом Предков Прародителей Своих Если ты Русский Человек Русский Прародители Если Ты Ингуш Значит Ингуш Прародителей С этого Начинается Познание Мира И вот Как неудивительно Та Аудитория Экспертов Которые Оценивали Конкурсные Работы В 2015 Году Она Выделила Третье Место Паразит Для меня Это было Удивительно Почему Потому что Педагогические Инновации Которые Были Разработаны Вот В нашей Учебной Методичке Они Новые Совершенно Этого Никогда Не было И Наверное Долго Не будет Ну Не знаю Ну Конечно Вот Как Одна Мне Сказала Насчет Этой Одна Это Доктор Филологических Наук Питерского Университета Ну На базе Областного Пединститута Был Судар Не буду Расшифровывать Она сказала Мы Давно Ждали Этого Филологи Давно Ждали Но Как Правило Многие Открытия Бывают Сделаны Как Раз Людьми Которые Далеко Стоят От Того Научного Направления Где Ждут Далеко Стоят От Этого Направления И Им Удаётся Это Сделать Потому Что Они У них Мозги Не замусорены Ничем Они Чисты Старные Постулатели Которые Дают Образование По профилям И вот Мне Татьяна Тогда И говорит Как Мы Долго Ждали Они Ждали Я Всю Жесть Ждал Но Я К этому Шёл И делал Всё Спасибо Всем Извините Долго Долго Вас Мучили Пока Всем Всего доброго До свидания Авторы Книг Крест Леванидов И словарь Метафизического Языка На международном Конкурсе Национальная Литературная Премия Золотое Перо Руси 2017 Года В номинации Историческое Наследие Были награждены Серебряным Пером Руси 2017 Познакомиться С научными Трудами Авторов Можно Пройдя По ссылке metafizikofolklora.com А также Приобрести Их издание В интернет Магазине Издательства Белые Альвы Shopinflax.ru Фильм Принимали Участие Леонид Иванович Карпенко Капитолина Васильевна Нечаева Зубец Юлия Стоянова Виталий Иванов Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Редактор субтитров